Здравствуйте, мы рады видеть вас всех. Спасибо, что пришли поддержать нас сегодня, почти вспомнить всех погибших наших заотечественников во время геноцида и праздные годы на протяжении многих тысячелетий. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Геноцид сирийского навода принято назвать сельфо, что в переводе с аромейского языка означает меч. По различным источникам перед первой мировой войны было уничтожено около полутора миллиона аня, от 500 до 750 тысяч ассирийцев и около 600 тысяч греков. Начиная с второго половины XIX века и начала XX века, ассирийцы подвергались гонениям со стороны Турции. То есть гонения начались не в берегу первой мировой войны, они начались еще в середине XIX века. В конце XIX века Османская империя представляла собой поднациональное государство. И жили такие народы, как армяне, ассирийцы, амфанцы, сербы, юристы, библии и другие народы. Вся политическая, военная и религиозная власть принадлежала Османской империи. Турки утверждали свою власть путем насилия, которая достигла уровня государственной политики и стала характерной осторожностью Османской империи. Так они усиливали и устанавливали свою власть. Турки в начале XIX и XX века осилистские поселения осмоладались преимущественно восточной части Османской империи. А там проживало около 1 миллиона осилийцев. Все они были объединены традициями, обучаями. Моим прошлым годом они перелились на Белоруссию. Это были Нестариане, Халдеи, Сирий Калит и православные души. 1 августа 1914 года, как мы знаем, ушла себе Первая мировая война, которая не обошла стороной и осилийцев. Хочу врачировать слова министра внутренних дел Османской империи. Он говорил, что Турция намерена воспользоваться войной, чтобы устранить своих путем врагов, местных крестьян и избежать мальчайства их нет. Геноцид осилийцев отличался особой жестокостью. В 1915 году к массовому истреблению и депортациям подверглись все осилийцы и крестьяне, проживающие на территории Турции. Они изгонялись пустынями Саботами и Сирией. Во время Первой мировой войны также происходили чистки и на территории Ирана. Окупация территории Ирана продолжалась пять месяцев, и все эти пять месяцев поселить и находились под гнетом. Но в ноябре 1915 года Иран обнижилась в нейтралитете, и оккупация завершилась. Также хочу сказать, что спустя сто лет события повторяются. Вселенский геноцид Османской империи Турции до сих пор не признана. В современном демократическом Турции этот факт отрицается. Турецкие власти заявляют, что турки всего лишь хотели переселить крестьян подальше от ужасов войны. Просто они их так вот спасали. А в пути некоторая часть, как я уже говорила, это некоторая часть всего лишь 500-750 тысяч погибло. И вот так вот они объясняют. Такова социальная версия горы, которую многочисленные свидетельства до сих пор не могут опровергнуть. Ну и международная, другие страны или группа страны Азии и мировое сообщество также не признают этот факт. Но хочется сказать, что есть такие страны, которые признали все же. Это Швеция, Армения, Голландия, также Азии и Американский штат Нью-Йорк. В память о Василиице в шерте в 1915 году установлены монументы и моряные доски в городе Нериване, во Франции, в Балькино, в Греции, в Сирии, в Чикаго, также в Швеции и в Англии. В 1968 году Всемирное Осилийское сообщество правоспросило 7 августа днем памяти жертв и геноцида. Трагедия Осилийской не закончилась после Первой мировой войны. Как мы знаем, с 2014 года, в 2015 году, ИГИЛ убивает христиан, осилийцев и также продолжается геноцид. Но мы помним и скорбим о невинных жертвах геноцида. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зара, я был, я, Манхышка, звуя Саламу. Совсем недавно в Фейсбуке я увидела одно видео, которое было жили в Америке, прямо в эфире. Сняли на телефон очень пожилой человек, больше 80 лет, сам написал стихотворение, посвященное ассирийским ученикам, и сам же его прочитал. Он из Ирака приехал в Америку в гости, и его сняли. Закая эшо-моши. Хачмай мантермадия, джо, фейсбук, взяли хабидзо, у снирова мякранинус нирари. Мякра, Закая эшо-моши. Мякра, Закая эшо-моши. Хачмай манту, бенхух, бенххби, халину, кин전�ина. Уссахду ташпелух, кайью, мат�ера. Щему кудурвалу, у радба-каширэ. Джолэ бавататат бэдпайش хантира. Хальдзерга, Сшимша, битпалат зарирэ. že дара краппа аэтат, бэдпайш бара. Бара, биткааэ, битпа. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...